Наверное, тогда начнем. Скажите мне, как увидите экран. Видно. Окей, поехали. Говорили мы с вами в прошлый раз про REST API. Почему мы про REST API стали говорить? Потому что микросервисы, коль уж это набор сервисов, которые взаимодействуют друг с другом, надо оговорить, каким образом они могут взаимодействовать. Поэтому REST мы решили, как самый первый способ взаимодействия наших сервисов, описать. Но теперь пришло время поговорить о том, что такое API в целом и что оно еще может включать. Так, API. Понятно, что Application, Programming, Interface. Расшифровка. Когда вы пишете какую-то программу и хотите, чтобы с этой программой могли взаимодействовать пользователи или могли взаимодействовать другие приложения, вы описываете некую процедуру, как конкретно с вашей программой можно взаимодействовать. Описываете некоторые контракты, контракты тех структур данных, которые можно передавать вашей программе. Можно мне передать массив байтов, который будет представлять из себя строку с содержанием Hello. Или, может быть, это строка, которая будет содержать JSON-документ, который мы сможем распарсить. Это могут быть вполне те протоколы, которые вы хотите закрепить. К этому сервису можно ходить просто по TCP, установив TCP-соединение, сокет, и просто пересылая ему, например, строковые данные, байты. Или, может быть, нужно общаться с вашим приложением по какому-то вашему кастомному протоколу. Он умеет распознавать некий набор команд. Там, привет, пока засни, проснись, условно. Это тоже возможно. И в данном случае тогда частью API будет тот самый набор команд, который можно передать вашему приложению. Ну и какая-то спецификация, контракт некий, да, какое поведение ожидать от вашего приложения, когда вы передаете ему этот набор команд. Ну и, соответственно, те структуры, которые вы назад пошлете, то есть, там, опш, респонс, да, условно, вы говорите за сни, он вам присылает окей. Или не смог. Вот. Все это формирует наша API. То есть, некий контракт, как можно общаться в внешней системе, можно общаться с нашим приложением. При этом, когда мы говорим про API, конечно, мы говорим не только про общение межпроцессное. Мы вообще API употребляем и в плане программной архитектуры. То есть, если у нас монолитное приложение, и мы разрабатываем некие структуры классов, эти классы тоже взаимодействуют друг с другом, вот те методы, входные параметры, набор этих параметров, типы данных этих параметров, возвращаемые значения методов, все это тоже является программным интерфейсом. По сути, можно сказать, что у каждого класса есть интерфейс. И это, я думаю, более или менее понятно. Теперь более конкретно. Если вот здесь написано, что в абстрактном смысле это некий набор операций, которые можно выполнять, их нейминг, возвращаемый тип и так далее, то вот когда мы говорили про REST, мы определили четко, какие вещи будут входить в наш REST API. У нас есть то, что по наследству досталось нам от HTTP протоколов. Это глаголы, которые нужно определить. Вот такое-то действие на нашем сервисе можно выполнить путем выполнения метода POST или выполнения метода PUT, GET, DELETE на нашем сервисе. Это, конечно же, та локация ресурса, идентификатор ресурса, над которым вы хотите выполнить это действие. Здесь внизу на презентации это есть. Еще раз я выполняю действие вот по такому-то ресурсу, вот с этим ресурсом конкретным, с помощью метода GET, например, получить. Ну и, соответственно, нужно закрепить некие форматы данных, которые вы ожидаете увидеть на вход и которые вы готовы будете отдать вашему клиенту. Теперь возвращаясь к понятию клиента. Я буду повторять это, наверное, очень часто, но все равно придется. Понятно, что мы с вами посмотрели в REST, такой подход, который говорит нам о том, что нужно разделить ответственность между участниками взаимодействия. И некоторые из этих участников мы условно будем называть клиентами, некоторых участников будем называть сервером. И есть некоторые обязанности. В частности, клиент, каждый из клиентов, который может соединяться с сервером, с нашим, например, сервером, он должен сам сохранять внутри себя, содержать стейт приложения, и быть ответственным за стейт этого приложения. А сервер, не очень бы нам хотелось, чтобы он был ответственен за сохранение и менеджинг стейта каждого из своих клиентов. Сервис – это сервер, это некая штука, которая умеет отвечать на типовые запросы, при этом не погружаясь сильно в контекст того, что происходит на каждом конкретном клиенте, на какой конкретной страничке сейчас у вас находится пользователь. Но типы клиентов, тем не менее, бывают разными. И вот когда мы говорим про микросервисы, каждый из наших сервисов, микросервисов, может являться сервером, который будет ждать в вечном цикле и обрабатывать запросы. И при этом для выполнения каждого из этих запросов он может являться и клиентом, в свою очередь, для другого сервиса. Это очень-очень важно понимать. В одном микросервисе нашем может сочетаться как клиентская часть, так и серверная. Распознать их довольно легко. Клиент обычно инициирует запросы. Клиент обычно является консюмером API. Он использует чей-то API, использует чей-то набор абстрактных операций, которые разрешают использовать, и получает данные или просит что-то сделать. Ну а, соответственно, сервер просто ждет и реактивно реагирует по мере прихождения нового запроса. Он его обрабатывает, возвращает результат. Окей. Хорошо, вы начинаете писать свои микросервисы, начинаете разрабатывать потихоньку API. Пусть это будет наше REST API, выраженное в виде глаголов, URI и структур данных. И хорошо, если вы сразу написали API, и у вас сразу все работает, и не нужно ничего менять. Но бывает так, что поступают по мере разработки системы, требования меняются, дополняются, поступают новые требования. Вы изменяете ход своего проектирования, вы изменяете техническую реализацию вашей системы. И иногда вам приходится менять уже существующие API. И тут нужно понимать, что делать это стоит аккуратно. И понятно почему. Потому что представить простейший вариант, когда у вас есть веб-интерфейс, который является клиентом, и ваш микросервис, который является сервером для этого клиента, вы обновляете сервер, изменяете API. То есть в данном случае вы изменяете либо название ресурсов, либо методы, которые замаплены на эти ресурсы. То есть теперь вы говорите, что это будет не пост, а путь, например. Либо вы меняете структуры данных. То есть говорите, что теперь вы принимаете запросы другого вида или возвращаете ответы другого вида. И, конечно, это может легко стать фатальным для ваших отношений с клиентом. Потому что вы-то обновили сервер, и вы даже его независимо обновили от клиента. То есть невозможно полностью синхронизировать процесс обновления чего-либо. Для этого бы пришлось нашу систему, например, остановить на какое-то время. Мы этого не хотим. И у вас клиент является приложением с более старой версией, которая ничего не знает про то, что вы поменяли эти структуры данных. Так вот, хорошо бы делать это так, обновлять ваши API таким образом, чтобы сохранялась совместимость, так называемая. Совместимость – это слово довольно понятное. Клиент и сервер совместимы, если они продолжают работать так, как работали после изменения API. Клиент шлет запросы, которые вполне могут быть подняты сервером. Сервер шлет ответы, которые вполне могут быть нормально обработаны клиентом. И тут на слайде указывается, что есть два вида. Это совместимость – обратная и прямая совместимость. Не знаю, насколько важно их различать, но давайте все-таки просто поговорим, что это. Значит, обратная совместимость говорит о том, что если у вас вновь обновленное приложение, может продолжать читать данные, которые вам присылает ваш старый клиент, условно, то есть веб-морду вы не обновили, ваш сервер обновили, и вот те запросы, которые шлет вам ваш клиент старый, вы все еще их понимаете. Несмотря на то, что, может быть, вы даже обновили что-то, но вы все еще понимаете, о чем идет речь, и можете обработать. Значит, ну и прямая совместимость – примерно обратная штука, что тот самый старый клиент, который у нас есть, старое веб-приложение, он прекрасно понимает те респонсы, тот ответ, который ему наш новый обновленный сервер отдает, даже если были какие-то изменения в API. Так, смотрите, давайте какой-нибудь пример приведем. Ну, например, реквиты, да, было у нас требование создавать задачу, создать новую задачу внутри проекта. Вы его отлично обрабатываете, это требование, у вас появляется какой-нибудь пост или put, неважно, значит, глагол, появляется ресурс, project, slash, там, ID проекта, slash, tasks, вот, куда вы добавляете, ну, новый ресурс, URI, соответственно, и структура данных. Ну, и в этой структуре данных вы шлете что? Что вообще нужно при создании задачи? Указать ее имя. Значит, вы передаете запрос, в котором передаете имя задачи, и все. Значит, на стороне сервера генерируется новый ID-шник, задача сохраняется в базу данных, на клиент возвращается назад структура, которая представляет эту задачу. У нее есть ID-шник и имя. А теперь нас пользователь, не пользователь, а заказчик просит еще как-то более сложное сложное, что-то создавать, например, создавать задачу, в которой сразу указывать еще всех ее исполнителей. Вот, скажите, как вам это изменение? Как вы будете его делать? Что нужно сделать, чтобы добавить исполнителей при создании задачи? Ну, надо изменить запрос, чтобы там еще был исполнитель. Но только где-то это сделать еще одним запросом, чтобы не сломать предыдущий запрос. Так, и как делать будем? Ну, возможно, новый домен добавить с отдельной функцией. Новый прям домен, в смысле новый ресурс. Да-да-да. Ну, давайте там создаем task.id. slash members. Или там assignees. И получается, что теперь нам нужно что, выполнить два запроса? То есть один создает задачу, а второй добавляет в нее мемберов. Нет, тогда я не правильно выразился. Но в плане того, что вот у нас, мы до этого ходили по task.idtask, делали такое, а теперь делаем там addtask, не знаю, v2. Ага. Так, дополняем название ресурса таким образом, чтобы теперь клиент мог выбрать, по какому ресурсу ему пойти. Если клиент новой версии, то он будет ходить с префиксом v2. Если клиент более старой версии, будет ходить по тому старому. Правильно? Ну да. Ну получается, что старый клиент… То есть мы развертываем новый наш сервер. Вот он наш, появился сервер v2. У нас есть более старый клиент. Старый клиент ничего не знает про это v2, которое мы добавили в uri. Но мы молодцы. Мы на самом деле ничего не удаляли. Мы оставили тот старый API, который работал с task, в которых нельзя было добавить участников. Правильно? Мы же не будем удалять то, что мы уже сделали. Мы будем добавлять. Это один из безопасных способов эволюционирования API. Если вы хотите что-то поменять, задумайтесь над тем, чтобы создать новое, при этом не удаляя старое. Потом дождаться, пока никто не пользуется более старым эндпоинтом, более старым ресурсом, и тогда вы сможете от него избавиться. Так, я немножко легся. Степан, руку поднял вопрос. А можно вопрос, можем ли мы расширить передаваемую структуру данных, не изменяя версию API, то есть если мы расширили, то старый клиент у нас будет читать поля, которые только он знает, новый клиент будет читать новый, при этом все ходим по одному эндпоинту. А если мы усекаем структуру, тогда уже менять эндпоинт. Так, ну тоже абсолютно верно. Значит, второй вариант в нашем случае был поменять действительно структуру данных таким образом, чтобы ровно в тот же самый ресурс передавался нам, например, JSON-документ, в котором кроме названия таски теперь будет лежать список юзеров или список ID-шников пользователей, которые на эту таску будут выполнять. Почему это может принести нам какие-то неудобства? Ну, вдруг. Ну, будет какие-то нул-значения у нас, которые мы никак особо… Ань, ну хотя мы их можем попробовать тоже. Вот это тоже, кстати, насчет нул-значений. Понимаете, это важная штука. Получается, что теперь у нас есть старые клиенты, которые ничего не знают на нашу новую структуру данных. Значит, от них будет вот сюда вот лететь JSON в сервер, который будет содержать только имя таски, но не будет содержать юзеров. Тут вопрос, как вы реализуете свой сервер, какой вы будете использовать библиотеку для работы с JSON-ами, каким образом будет настроена эта библиотека. Потому что если вы добавляете новое поле в вашей структуре данных, то неплохо было бы сказать вашей библиотеке, чтобы она мягко реагировала на отсутствие каких-то полей, которые к тому же являются опциональными. Потому что вы-то знаете, что задача ваша может создаваться и с набором пользователей, и также точно и без них. Потому что не всегда вы задачу делаете, на которой уже есть пользователи. Иногда на ней никого нет. И, например, в этот момент нужно использовать дефолтное значение «пустой лист пользователей». Это важный практический момент, потому что как бы просто он не звучал, часто люди забывают или они уверены, что библиотека ведет себя именно так, как им бы этого хотелось, но не всегда так получается. Ну и потом, на стороне вашего приложения, вашего сервера, конечно, нельзя забыть указать, что данное поле является опциональным. Там, например, могут приходить нулевые значения, как вы и сказали. Потому что с точки зрения языка, например, Котлина, у которого есть именно эти nullable типы, если вы укажете строгий тип, просто обновив API, и сказав, что теперь мне должен приходить список, и ни в коем случае не может приходить пустого значения, оно так и будет прямолинейно растрактовано. Там вам никто не сможет передать null в качестве параметра в эту структуру данных, потому что будет нулпоинтер-эксапшен. Но это такие вот практические вещи. Итак, мы договорились, что добавлять новые, то есть расширять вашу структуру данных – это относительно безопасно. Это сохранит обратную совместимость, прямую тоже. Поэтому, когда у нас есть возможность расширить существующую структуру данных, мы можем этим пользоваться, но при этом настроив правильно нашу парсинг. А вот, извините, я могу еще вопрос? Это же по идее только, если вот именно запросы что-то отправляют на сервер. А вот если сервер возвращает с большим количеством данных, а у клиента как раз не настроено то, что раз… А, у клиента он парсит, сейчас он файл, там все все равно поля учитываются? Или тоже могут возникнуть проблемы, что… Может, но просто хорошо было бы всю вашу среду настроить таким образом, чтобы она соответствовала данному утверждению внизу. Это предложение из спецификации TCP протокола, но оно очень подходит к API. Значит, вам, как разработчику API, нужно стараться быть консервативным в том, что вы посылаете другим. То есть стараться не изменять существующее ни в коем случае, а именно не менять типы данных, которые вы шлете. Если у вас поле называлось там возраст, и вы слали там интеджер, а начнете слать поле с таким же названием, но другого типа данных, парсер на другой стороне сойдет с ума условно, может сойти с ума. Поэтому в том, что вы отсылаете другим, вы должны придерживаться консерватизма по возможности только расширяя опциональными полями, опциональными какими-то вещами ваши структуры. А вот в том, что вы принимаете от других, вы должны быть очень либеральны. Если вы принимаете какую-то структуру данных, то вы должны брать из нее и требовать, чтобы в ней были только те поля, которые вам абсолютно необходимы для работы. Но там условно вам приходит какой-нибудь ивент, сообщение через кавку о том, что создался заказ. И в этом сообщении указываются все детали заказа, которые поменялись, которые создался. Все абсолютно. Время, участники, цена, айтемы, все-все-все. Но вам как сервису нотификации, например, важно только то, в какое время был создан заказ, чтобы в имейле это описать. Вот вы должны быть очень либеральными и требовать наличия только тех полей, которые вам нужны. Я ответил на вопрос? Да. Да. Таким образом, примерно, понятно, что мы пытаемся, что это касается ли это структур данных, касается ли это идентификаторов ресурсов и так далее, мы стараемся, и никогда, точнее, даже не то, что стараемся, а не удаляем существующее, не изменяем названия текущие. Если есть необходимость поменять некую семантику, которая лежит за данным, структурой данных, то давайте ее расширим и добавим в нее дополнительные какие-то параметры, на основе которых обновленные сервисы смогут вычислить необходимые им вещи и так далее. Такие изменения будут обратно совместимы. Ну и прямо совместимы в итоге. Да. Если же вы совершаете изменения, которые абсолютно никак не можете обеспечить, не можете абсолютно никак обеспечить их обратную совместимость, то важно скоординировать работу в этот момент с теми, ну, с вашими клиентами, если вы сервер, да, или с вашими серверами, если вы клиент. То есть если вы условно развратите микросервисную систему, у вас разные команды разрабатывают разные микросервисы, и вы абсолютно уверены, что вы без вот этих ломающих, так называемых, изменений не сможете, спешитесь с ними, обсудите эту ситуацию, попробуйте скоординировать ваши действия при развертывании новой версии вашего сервиса. Ну, практически всегда, 98% случаев изменения API можно сделать совместимыми. Так, вопросы есть по данному слайду? Нет. Поехали дальше. Структуры данных. Я вот говорю структуры данных, структуры данных. Что я под этими структурами данных имею в виду? Например, я под этими структурами данных имею в виду классы, которые вы объявляете в языке программирования. У каждого класса есть название, набор атрибутов. Атрибуты могут быть как примитивными типами, так могут быть и сложными типами, которые в свою очередь будут включать разные атрибуты и так далее. И все это может формировать такую модель вложенных сущностей, такое дерево подложенных объектов. В нашем сознании очень легко представить то, чем мы программируем, вот этими объектиками, ссылочками между этими объектиками и так далее, в виде JSON-документов. Скажите, кто-нибудь не знает, что такое JSON? Или все понимают, когда я говорю JSON? Нет таких людей, которые руку никто не поднимает. В общем, постарайтесь меня прерывать, если вдруг я говорю какие-то слова, а вы даже не понимаете, что это за слова, на всякий случай. Короче, очень удобно в виде JSON-документа нам представлять вот эти объектики, классики, которыми мы с вами программируем. Но на самом деле, когда вы пишете на питоне, на джаве, на C++ и так далее, каждая из этих ваших структур классиков в памяти вашего приложения представлена абсолютно по-разному может быть. Лежать там байты могут в разном порядке, типы данных даже по количеству байтов не совпадают друг с другом и так далее. То есть, условно, один и тот же класс по своей сути, по своей структуре в C++ и в джаве может иметь разное количество байтов в представлении. Ну и не совпадать. Поэтому вам каким-то образом хотелось бы научить разные языки программирования, программы на разных языках программирования, тем не менее, понимать друг друга, когда вы пересылаете что-то по сети. Вот если вы начнете пересылать объекты джава по сети, то вас не смогут понять приложения на питоне и так далее. Поэтому родились некоторые... Ну, сначала, когда люди еще не особо думали о том, что программы могут быть сильно написаны на разных языках, родились некоторые технологии, которые специфичны для языка. Например, мы можем представить с помощью библиотеки джавовской объекты, любой объект в джава, как последовательность байтов, запихать их в TCP-соединение, с другой стороны прочитать этот набор байтов и получить тот же самый объект в памяти у другой программы на джаве. Потом люди дошли до того, что все-таки на разных языках могут быть написаны программы, и поэтому решили создать некие более general-purpose такие модели, которые можно передавать. Вот превратить в байты объект в джаве, превратить в байты, послать по сети, а с другой стороны превратить эти же самые байты в объект в питоне. И один из этих вариантов, довольно простая модель, еще раз говорю, JSON. Можно превратить наш объектик в памяти просто в JSON, он будет вполне себе читаемый человеком, то есть вы сможете еще и перед отправкой посмотреть или потраблшутить, в каких-то случаях увидеть, что у вас объектик правильно передался, у него названия полей передались и так далее. Ну и соответственно, если у вас и там, и там используется одна и та же библиотека для превращения объектов в JSON и из JSON в объекты назад, то у вас все совпадет 100%. Ну почти 100%. И вот этот объект превращения из представления специфичного для языка в байты называется энкодинг. Не обязательно энкодинг, а также могут использоваться такие слова, как сериализация или маршалинг. Это все в принципе одно и то же. Энкодинг, сериализейшн, маршалинг. Ну соответственно, обратный процесс, когда вам приходит набор байтов в TCP-соединения, вы их превращаете в структуру данных, называется десериализация, декодинг и демаршалинг. Хорошо. Кроме JSON есть еще целая уйма различных средств, как вы можете превратить объект из памяти в массив байтов и передать его по сети, потом на другом стороне с ним поработать. Кто-нибудь может мне сказать, в чем плюсы JSON для передачи по сети, и в чем его минус? Ну так, просто предположить. Он много весит. Много весит, действительно. А почему он много весит? Ну там по байтам кодируется вся структура, все эти кавычки и скобочки фигурные. Каждый весит там по байту или по несколько. Ну в зависимости от кодировки, видимо, да. Каждый символ будет весить какое-то определенное количество байтов. Но не только скобочки и кавычки. Еще какие-нибудь есть данные, которые мы, например, передаем, а могли бы не передавать. Типа двоеточие всякие? Ну нет. Ну тоже как бы как вариант, да. Но новые строки, табуляции. Ну хорошо, давайте назовем их спецсимволами. Вот кроме спецсимволов. Вспомните, как JSON выглядит? Ну JSON, да, там название поля, двоеточие, значение этого поля. И там варианты, да, есть у нас коллекцию, можно передать какой-то ассоциативный список или там лист, да, просто список. Название здесь нет. Да, вот название на самом деле хотелось бы уметь не передавать, например. Зачем нам каждый раз нужны эти названия? А с другой стороны, есть кое-что, чего в JSON иногда не хватает. При всей его избыточности и человекочитаемости, как плюс. А что там не хватает? Ну вот давайте так, общелогически. Приходит вам JSON. Вы как его будете превращать в объект? Парсить каждый раз. Парсить. А вот если бы вы глазами парсили, да, то как бы вы сопоставили там как-то с полями это все? Просто как маску наложили? Не очень понятен вопрос. Что? Не очень, не очень понятен вопрос в смысле как. Ну вот, смотри, у тебя в JSON передается название полей. Ты можешь взять название, понять, что у тебя в классе тоже есть поле с таким названием, и значит вот они совпадают. Нужно присвоить вот этому полю вот такое значение. Правильно? Ну да. Вот. Но проблема-то в чем? Проблема в том, что есть некий класс. Для этого у тебя есть некий класс. Ты его объявил. И он у тебя есть и на той стороне, которая создавала этот JSON, и на той стороне, которая принимает этот JSON. А что, если это два немножко разных класса? Что, если у этого integer поле определенное, а у этого long? Или у этого double, а у этого integer? JSON тебе не дает способ каким-то образом убедиться, что тот атрибут, который ты передаешь, действительно является тем типом данных, которым ты хотел отправить. Он не поддерживает наличие… Ну, здесь это названо вот схема. Отсутствие схемы. То есть отсутствие некой структуры жесткой, которая связывает определенное поле с определенным типом данных. А мы бы хотели, например, описать некую схему, сказать, что в этой версии у нас вот этот объект соответствует вот такому JSON. И, соответственно, когда вы его получите, возьмите такую-то версию нашего протокола и посмотрите, какой у нас был объект. И вот такие же поля, да, где integer, там integer, где long, там long. Ну и по именам, естественно, тоже. Но вот суть-то в том, что в JSON нельзя передать типы данных. Ну так в Swagger же описана схема данных. В Swaggerе описана схема данных, если вы ее, видимо, явно каким-то образом укажете. То есть Swagger, скорее всего, как может действовать? Он может взять структуру, которая приходит ему на вход, ну, body, да, которая выражена в виде вашего класса в языке программирования. Потом посмотрит, какие типы данных используются у этого класса и может каким-то образом вам об этом визуализировать. Но заставить, как бы, так, заинфорсить немножко, зафорсить, точнее, JSON передавать правильные данные, серилизовать именно так, как вы сказали, это может быть немного сложным. То есть это как вот разница в compile-time проверке в языке программирования и рантайм проверки. Вот если вы что-то, если вы компилируете программу и она скомпилировалась, вы ее пускаете в production, а там вылетает no pointer exception в рантайме, это не очень хорошо. А вот приятнее гораздо, если бы вы уже во время компиляции могли бы понять, что потенциально у вас вот в этом месте может быть no pointer exception, и вам бы не дали скомпилировать эту программу. Да? На самом деле вот то, что Kotlin с nowable типами делает, он вам просто говорит, что если вы поставили вопросик рядом с этим типом данных, то теперь будьте добры везде обрабатывать потенциальный now. А если не поставили, то тогда это здесь и не может быть его в любом случае. А в Java вы можете написать переменную, вас никто не заставит ее проверить на now, но при этом вы берете на себя ответственность в том, что в рантайме вы не словите этот самый no pointer exception. Также и здесь. Ну, то есть Swagger никак не заставляет вас, он рекомендует или просто говорит вам, что вот такие вот типы данных используются на сервере. Окей, значит, вопросы есть? Просто нет. Хорошо. Так, ну, помимо JSON есть еще XML, он тоже человекочитаемый. И в принципе даже существуют некие бинарные варианты, которые будут лучше упаковываясь, да, в вашу структуру данных, более эффективны. И некоторые варианты, которые даже, вот здесь вот написано об этом, даже поддерживают типизирование. Ну и есть варианты, технологии, которые позволяют вам передавать бинарные данные, ну, то есть превращать те структуры данных, которыми вы программируете, тоже в массив байтов по каким-то определенным правилам, пересылать. Но они уже абсолютно не человекочитаемые. Это какой-то для нашего взгляда абсолютно какой-то случайный набор ноликов и единичек. Вот. Но при этом, естественно, благодаря тому, что они пользуются своим набором правил, и благодаря тому, что они не должны быть человекочитаемыми, они могут гораздо более эффективно складывать структуры данных в этот самый массив байтов. Вот. И за счет этого экономить пространство прислаемых сообщений. Вот. Ну, просто, короче, меньше сообщений делать. Кто-нибудь может предположить, за счет чего это конкретно можно сделать? Как можно сделать сообщения меньше? Продолжать определенный. Нажимать определенным образом. Не хранить что-то ненужное. Ну да, и в первую очередь, на самом деле, не хранить название. То есть, та информация, которая может быть распознана человеком, но которую можно для машины сделать гораздо более какими-то сжатыми средствами. Например, вы же можете любую строку представить в виде некого словаря и сказать, что единица у вас будет значить вот такой вот строковый идентификатор. Имя, например, всегда будет единица. Юзер всегда будет значить двойку и так далее. И теперь вам нужно пересылать только вот это вот небольшое, целое число. Единицу, двойку, тройку, и до какого-то. И если предположить, что у вас эти строки, строковые идентификаторы были достаточно большие, длинные и занимали много байтов, потому что у вас была какая-нибудь кодировка, которая позволяла вам много байтов превращать, то вы сэкономите очень много места, если будете, например, просылать целое число, которое будет занимать всего 2 байта. Короче говоря, давайте посмотрим на один из таких вариантов. Может быть, вы даже кто-то с ним работали. Кстати, поднимите руки, кто работал с Protocol Buffers. Что-то я не вижу. Что, никто? Ну, ладно. А, вот кто-то работал. Денис работал. Вижу. Так, секундочку, хочу убрать. У меня зумовская штука висит на полэкрана, она мне так мешает. А вы ее видите или нет? Нет. О, распряталась. Анастасия что-то спросить хотела или протокол Buffers использовалась? Нет, это вопросы про работу. Я просто не могла никак найти кнопку. К вопросу про что? Про то, кто работает. А, все, понял. А вы, вот, Денис и Анастасия, для чего пользуетесь Protocol Buffers? У вас сервисы друг к другу присылают его? Или там, не знаю, клиенты, ваши веб присылают вам на бэкенд? Я могу сказать только про себя. Я напрямую с Protocol Buffers не работала. У меня коллеги, разработчики с ним работают. Ну, понятно. Денис, а ты? У меня просто был опыт разработки блокчейна для платформы X-Zone. И вот там было взаимодействие с X-Zone через Protobuf. Окей. Так. Для чего нам нужен Protobuf и как им пользоваться? В первую очередь, когда вы хотите использовать Protocol Buffers, вы должны создать файл с расширением прото и определить там ту схему, те структуры данных, которыми вы собираетесь потом обмениваться. Структуры данных, которые можно объявить с помощью синтаксиса специального, который есть в Protocol Buffers, вот он даже называет эти структурки сообщениями. То есть это не класс, не структура, просто какая-то абстрактная, это уже сообщение сразу. И вы можете очень похоже на то, как вы объявляете классы в языке программирования, точно так же вы можете объявлять эти сообщения в Protocol Buffers. Есть набор стандартных типов данных, которые он поддерживает. В частности, здесь вы видите, да, integer 32, int32, string. Да, и если string это, например, произвольная последовательность символа, последовательность произвольной длины, то вот здесь вот закреплено, что целый тип int32, он точно будет 4-байтный тип. И где бы вы там ни пользовались, в Java, в Python, в C++, даже если там типы integer разные, то тип int32 в protobuf, он скоординирует ваше приложение. Вот. Вы будете вынуждены пользоваться на стороне C++ таким-то типом, на стороне Java таким-то, но все равно это будет обязательно 4-байтный тип. Хорошо. Вы поместили набор вот таких вот месседжей. У вас там их 10-15 штук. Написали их в файлике с расширением prod. Вот. Что дальше нужно сделать? Ваш язык программирования не понимает синтаксиса протокол-баффер сам по себе. И в вашем языке программирования вы, естественно, хотите пользоваться этим самым языком программирования, его синтаксисом, его конструкциями, его классами и так далее. Вот. Поэтому нужно превратить вот этих товарищей, протокол-бафферовский, в некий набор файлов на вашем языке программирования, набор классов в случае Java. Поэтому вы скачиваете себе, там устанавливаете протокол, компилятор, протокол-бафферс. Вот. Ну, его не обязательно прям скачивать, устанавливать. Это все можно сгенерировать в процесс сборки вашего приложения, чтобы оно автоматически все делалось. Например, когда CI какой-нибудь, Jenkins, что кто-то у нас еще CI какие-нибудь, DigitalOcean, GitLab собирает ваше приложение, он может сам запускать в какой-то момент компилятор протокол-бафферс. То есть компилятор из себя представляет программу, которая принимает на вход набор этих файлов с месседжами, а на выход поставляет набор классов на том языке программирования, на котором вы захотели. На питоне, на Java, на C++. Вот. То есть представим еще раз такую ситуацию. У вас есть система из трех микросервисов. C++, питоновская и Java приложений. Вам нужно научить их общаться. Вы заводите некий общий пул сообщений, которыми хотите обмениваться. Может быть, это отдельный репозиторий будет даже, да, с кодом. Вы туда помещаете эти файлики, которыми хотят обмениваться ваше питоновское, плюс-плюсное и Java приложение. Вы настраиваете систему сборки на то, чтобы она запускала компилятор протокол-бафферс и делала вам из вот этого файла сообщения три разных варианта для трех разных языков программирования. И теперь ваши микросервисы, каждый на своем языке программирования, может использовать классы, которые появились из вот этого товарища. И вы можете быть уверены, что то, чем пользуется Крестовое приложение, будет абсолютно соответствовать тому, что использует Java. Крестовое приложение. Вот. Дальше. Извините, я бы на вопрос. То есть, это просто фонд скопилит, и у нас, например, на выходе будет там заголовок для питона, где просто будет дата структура особая. Или как? А для питона это там класс, ну дата класс, тоже с определенными полями. Или что у него на выходе? Да, вот сейчас как раз перехожу на то, что это за набор классов. Set of Language Specific Structures у меня тут названо. В первую очередь это то, что вы сказали. Это просто классики, которые описывают, конечно же, эту структуру данных. Это то, что лежит на поверхности. Нам всем нужны вот такие классики и в Крестах, и в Java, и в P2. Но, кроме этого, еще генерируется набор инструментального кода, который умеет брать структуру на вашем языке программирования и превращать ее в байты. Ну, то есть сериализатор, специфичный под ваш язык программированный. И десерилизатор, то есть когда к вам придут байты, вы их сможете превратить в свою структуру данных. Ну, и теперь понятно. Дальше наши действия понятны. Все ваши микросервисы могут заимпортить к себе эти структуры данных, например, и пользоваться ими. Как пользоваться? Вам пришло какое-то сообщение по коннекции, взяли этот массив байтов, отдали одному из этих классов, десерилизатору. Он определил, что там и как, какие поля нужно в какие положить, и отдал вам готовую структуру. Дальше вы ей пользуетесь уже на своем языке программирования, так как вы хотите ей пользоваться. Ну, и обратный процесс, когда вы что-то хотите послать, вас не волнует, на каком языке написан ваши потенциальные слушатели, получатели вашего сообщения. Вы просто превращаете это в массив байтов с помощью сгенерированного для вас класса, шлете это в трубу какую-нибудь, эту трубу может слушать кто угодно, кто может превратить их в свои представления. Я ответил на вопрос, что это за метки, как вы думаете? Ну, такие странные для объявления класса штука, то есть равно 1, равно 2, равно 3. Номер, порядковый номер? Ну, он, конечно, порядковый. Ну, как порядковый, понимаете, вы вот можете, например, здесь не 3 написать, а 100. Ну, просто как айтишник. Ну, по сути, да. По сути, вы с определенным текстовым, вот этим строковым идентификатором вашего поля как раз-таки сопоставляете целое некое число, которое теперь вот сгенерированным вот этим кодом, когда вы будете превращать ваше сообщение в массив байтов, вы можете в этот массив байтов вставить троечку вместо того, чтобы вставлять вот сюда вот этот длинный идентификатор. Ну, и кроме того, давайте на следующий переведем. Да, вот видите, да, каждый филд у нас имеет уникальный number. Вам не следует переиспользовать те номера, которые вы использовали ранее. То есть вообще по-хорошему мы с вами уже поговорили про версионирование, про обратную совместимость API. И так как сообщение, да, как структура данных является частью API абсолютно точно, ну, вы на самом деле можете и, наверное, по REST-у общаться с помощью протокола Buffers, то есть прикреплять туда массив байт в полезную нагрузку, да, и ваш сервер будет распознавать ту структуру, которая к нему пришла. Но мы бы не хотели ничего удалять из этой структуры данных, если уже так получилось, что мы ее создали. Но иногда, повторюсь, приходится делать серьезные изменения в API, и вы можете удалить какой-нибудь из этих полей. Вот. Поэтому вам придется сделать тогда в протобаффе вот такую штуку, да, сказать, что поле, которое больше здесь не используется нигде, да, его в структуре больше нет, но оно зарезервированным остается, и больше никто следующий, никто последующий после вас не будет использовать этот идентификатор, а это нам гарантирует, что совместимость между клиентом и сервером сохранится. Что никто не попробует распарсить, взять это целое число и распарсить в него неправильное поле, которое, да, уже совсем другого типа дат в этой версии. Вот. Ну и, да, тут тоже написано то, что я уже сказал. Мы просто будем теперь по сети посылать, ну, в сообщение вставлять всего лишь вот это целое число, вместо того, чтобы вставлять туда целое здоровое название переменной поля. Вот. Так, что еще полезного есть в протоколу Buffers? Есть вот такие штуки, модификаторы своеобразные. Вы можете отметить поле как абсолютно необходимое, вы можете отметить его как опциональное. Вот, например, когда вы новое поле добавляете, вы, скорее всего, вынуждены будете отметить его как опциональное поле, потому что в предыдущей версии вашего API такого поля не было. Поэтому какие-то парсеры могут не справиться с ним. Они возьмут структуру и не будут ожидать там обязательного поля. Поэтому вы отметите его как optional в знак того, что более старые клиенты могут присылать это поле, а могут не присылать это поле. А, ну и как можно посылать лист, да, условно. Лист чего-то можно сконструировать в протобайфере с помощью модификатора Repeat. То есть какое-то поле, повторенное сколько-то раз, это и есть коллекция. Вот, ну и более сложные какие-то вещи тоже можно делать. Например, составлять комплексные такие сообщения, вкладывая одно в другое, выставлять некие дефолтные значения, создавать даже ename, мапы, где-то был пример с мапами, я сейчас его теперь уже не вижу. Мапы тоже можно делать. Ну и, конечно, можно импортировать из одного файла протобав в другой файл протобав. Ну, то есть какие-то ссылочки на связанные друг с другом сообщения можно делать. Вот, вот. Вопросы есть какие-нибудь в данный момент? Нет. Ну, вот Kafka, там что используется? Или там вообще все? В Kafka может шлать пообщение, опять же, любой массив байтов. Поэтому все, что преврати, все, что ты сможешь превратить в массив байтов, все можешь отправить в Kafka. А вот чаще на практике что используют? Или зависит от задачи? Ну, это абсолютно точно зависит от задачи, но JSON часто используют, протобав используют. Но вообще Kafka же идет, у них этот, трифт. У них своя такая, я не знаю, как они связаны прямо с Kafka, то есть одна ли эта организация, не одна, но Apache, лицензия точно. Apache-трифт тоже бинарный механизм сериализации, десериализации. Наверное, он чаще всего с Kafka идет, скорее всего. Я просто не пользовался трифтом. Он у меня где-то на слайде, кажется, перечислен. Да, вот он, трифт. Ну, вот Auro это, господи, это было Hadoop, да, для распределенной обработки данных, такая штуковина. И вот это, кажется, их протокол, Auro. Тоже, ну, тоже свой бинарный формат. У них у всех какие-то свои плюсы, какие-то минусы свои есть. В общем, но мне кажется, что если ты посмотрел на один из них, да, то уже без разницы. Вот тут пример какой-то у меня был, но, в общем, он тоже дублирует предыдущие слайды. Вот мы объявили месседж, сказали Java в какие пакеты, мы потом это будем помещать, какие классные мы в Java, да, назначить для данного месседжа. Вот версию определили протобаффера, которую хотим использовать. Даже вот объявили какое-то поле, что типа у нас вот эта обертка, а внутри может быть какой-то другой класс. Ну, то есть какие-то более или менее сложные вещи, какую-то сложную структуру более или менее вы с помощью протобаффа сможете смоделировать. Единственное, что вы не сможете передавать специфичные для языка какие-то классы, да. Понятно, что каждый класс, так или иначе, который вы пишете в языке, он все равно сводится к примитивным типам. Ну, рано или поздно. К примитивным типам и стрингам. То есть даже если у вас там в листах или в мапах лежат объекты, в этих объектах все равно лежат снова объекты, 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 но вот листами всего этого дерева или графа все равно будут int, long и string. И вот в данном случае вам не позволит протобафф запихать сюда произвольный тип данных типа, например, java exception. что там, java, java land, да, там, exception. Потому что изображение, например, тоже? Изображение? Ну, изображение как-то протобаффе, зачем передавать, но нет, изображение, кстати, наверное, изображение уже и так массив байтов, в принципе. Не знаю даже, во что его еще можно обернуть. Но если нужно с метадатой какой-то передать, ну да, обернете его в этот какой-нибудь тоже json, или может быть даже и в протокол байферс. я думаю, получится. Только вот что-то меня смущает передача изображений как-то как сообщений. Это я такого не делал. в жизни. это когда, например, там, не знаю, сервис, который камеру опрашивают, а другой сервис кадры с камерой принимает. А, ну, это такая специфичная штука. кадры летят, да, просто постоянно. кип-то, да. что-то мне кажется, что вы тогда не будете, мне кажется, вы не будете тогда типа кавку использовать, а возьмете, откроете просто connection прямой и будете реал-таймом слать, причем даже не по TCP, а может быть, даже по UDP, там, если вы трансляцию ведете, просто поток байтов, которые соответствуют, значит, вашему передаваемому изображению. Вот. И, ну, потеряли-потеряли кадр, а если там не хотите ничего терять, ну, тогда по TCP тоже просто connection открываете и туда фигачите в него, а так быстрее будет. Все равно через кавку подольше. Ну, да, понятно. Что дальше уже там делать с этим вашим стримом на сервере, это, я просто никогда не занимался стриминговыми такими вещами, но тоже сомневаюсь, что прямо через кавку пойдет, пойдет, короче, хотя, кто знает, может, сейчас уже через кавку все там шлют видосы, но сомневаюсь. Да, его еще сжимать, наверное, надо хорошо, этот поток, его же наверняка можно сжать неплохо, то есть, ну, ладно, в бок уходит. Да, ну, и что из этого получается? Вот на джаве, например, что может получиться? Ну, джава, как всегда, довольно многословно, get ID, там, get order ID, get duration и так далее, но по сути, вот вам компилятор протоколу Buffers сделал такую оберточку, которой вы можете в джаве пользоваться, типа, у ордера взять список деталей, постримиться по ним, что-то превратить их во что-то другое, ну, вот, как-то так, и вроде бы даже вам кажется, что вы сами написали эти классики, они у вас где-то есть, а нет, да, это вам просто их сгенерировали. Так, ну, и пару слов, наверное, пару слов, потому что мне кажется, что это для вас, в общем, не самая критичная вещь, и в курсе мы ее нигде почти не используем, если вы сами этого не захотите, Значит, понятно, что можно общаться по HTTP протоколу, очень удобно, если вы не пишете это руками, это особенно удобно. Если же вы пишете это руками, и у вас, надеюсь, вы до этого дойдете на практиках, когда нужно обратиться к какой-то системе по HTTP протоколу, вы обычно что идете? Ищите библиотеку, которая умеет сделать, делать коннекшн, умеет создавать HTTP запросы, и, значит, слать эти запросы, получать ответ. У этих библиотек море. Они очень, очень хорошо настраиваются, у них очень хорошая API, у многих сейчас уже даже API, которая, значит, не блокирующий вызов делает, не синхронная, а вот как бы асинхронная API. Правда, не надо витать в иллюзиях, HTTP вызов, он сам по себе довольно синхронный, поэтому если вы в фьючу где-нибудь, или комплитабл фьюча, или там промис, или что там еще, какие там названия есть у асинхронных штук, в общем, что бы вы ни получили, на самом деле, где-то синхронно вы идете по HTTP, старее всего, да, то есть какой-то из ваших потоков все равно ждет, пока к нему придет ответ. Но суть-то в чем? Значит, вы нашли либу, которая вам понравилась, вы ее втянули в свой проект, ну, нашли там, Mavin правильную зависимость, подключили ее в POM.xml, начинаете что-то делать, начинаете понимать, что это же надо идти, сейчас смотреть, какое API у этого сервиса, значит, у него там 54 листа документации, здесь ему нужно такое тело запроса передать, тут ему такое нужно тело запроса передать, там он так отвечает, тут так, здесь PUT, здесь POST, вот, в общем, ну, долго это все муторно, там, надо вписать URI правильно, нигде не ошибиться, и так далее, и так далее. все, ну, то есть вы через это должны пройти по задумке во время практики, должны попосылать эти HTML-запросы. Это рутинный код, он несложный, он просто раздражает, если ты его пишешь, очень много. Значит, люди в какой-то момент додумались, что, а давайте будем, ну, нам хочется на языке программирования писать, а не хочется ходить в доку и смотреть, какие ему надо там REST-запросы, какой послать, как body передать правильно и не ошибиться в названии ресурсов. давайте будем писать какие-то либо, которые будут уметь как-то генерировать тоже набор классов по REST-API, например, например, как вариант, который будет генерировать набор классов, а мы как бы программисты, мы будем только дергать эти классы, а где-то под капотом уже автоматически за нас подставится название ресурса, правильный body, правильный глагол HTTP и все вот это вот такое. и назовем это pattern remote procedure invocation, потому что мы уже как бы мы же уже не по REST-у работаем, у нас там абсолютно произвольное возможно в BODY, до 7000 параметров в методе абсолютно не соответствует REST-у уже никак, то есть мы там условно делаем set-status, передаем статус заказа там такой-то, ну то есть как мы делаем в языке программирования, мы берем переменную заказа, говорим set-status collecting и он у вас переходит в статус collecting, сохраняйте в базу данных и дальше и так далее. Вот хочется взять микросервис, предположим, мы не микросервис, который работает с заказами, мы вообще ничего не понимаем в заказах, но мы знаем, что нам нужно поменять у него статус, очень надо, ну почему-то нам так захотелось и мы идем соответственно к тому микросервису, который умеет менять статусы у заказов, но теперь не листаем его доку и не думаем, какой нам ресурс использовать, а просто говорим так, дай мне класс order-сервис и я у класса order-сервис вызову метод set-order-status и передам ему этот статус, а он там сам разберется, что внутри себя дернуть. И вы вот здесь клиент на стороне себя какого-нибудь сервис склада или сервис оплаты дергаете у вашего класса order-сервис, который является в этот момент проксией, так называемой, ну или API этой проксией, который знает, как себя повести, как пойти, по какому протоколу пойти, что передать, все такое прочее, он формирует запрос, он его шлет, там с другой стороны его умеют обрабатывать, обрабатывают, он принимает ответ, может быть этот ответ будет там огромный, ну для вас не важно, вам нужно получить там true или false, и он превратит его вам в true или false или например выкинет exception. Еще раз, многословно-многословно, просто по моему опыту почему-то у людей какие-то сложности с этой концепцией возникают. Еще раз, есть два сервиса, вы ваш и чей-то другой, и вы, значит, хотите не думать, как там вообще все устроено, как там API выглядит, а просто хотите как будто бы взять некий класс Proxue, который представляет тот сервис, и просто вызвать у него некий там метод, как будто бы вы вызываете его прямо в вашем Java-приложении, то есть для вас, как для программиста, это выглядит, как будто вы прямо в монолитное у вас приложение, и вы пишете вот просто монолитный обычный код. У вас order service, выстави мне какой-то статус заказа. Но на самом деле под капотом происходит эти взаимодействия. Не обязательно по HTTP, на самом деле. Тут так написано, ну и я так объяснил, что как бы это обязательно будет REST, там обязательно будет HTTP, точнее, даже не REST. Вот, но не обязательно. Суть главное в том, что как будто бы локально, но не локально. В общем, извините за многословие, есть ли вопросы сейчас? Нет вопросов, видимо. Самый популярный, самая популярная либо, которая реализует данный паттерн. Наверное, я не знаю, их, наверное, тоже очень много. У меня вот на работе вообще у нас своя библиотека, которая все это делает. То есть у нас нет такого понятия, как REST API или вот этих HTTP глаголов, неглаголов. Все это от нас, как бы, как от программистов скрыто, и мы можем вызывать методы просто как будто бы у другого сервиса, на самом деле там летит HTTP вызов. Сначала это всегда кажется очень хорошей идеей и очень упрощает жизнь. Ну вот, сначала. А потом ты как бы вынужден залезть в это все внутрь, потому что оно работает на простых случаях всегда, на сложных, наверное, не работает местами. И чтобы кастомизировать как-то, какое-то свое поведение добавить определенное, ты вынужден лезть в это все внутрь, разбираться, как-то встраиваться. Дай бог, ваша библиотека позволит вам нормально в нее встроиться. Но вот GRPC вроде бы очень хорошая поделка, которую используют очень много и часто для общения в распределенных системах. Она сама по себе основана на протоколу баффер. Там нет понятия никаких, она никак не связана с HTTP с точки зрения своей терминологии. У нее нет понятия ресурса, нет понятия глагола, ничего, вы этим не управляете. Когда вы работаете с GRPC, вы делаете что? Вы делаете протобав-файлы, потому что GRPC построен на протобаве. Только теперь, кроме структур данных, вы на этом же языке еще и интерфейсы рассказываете. Типа, здравствуйте, я order service, у меня такое API, я могу выставить статус заказа по его ID. Вот вы это все описываете в виде такого привычного достаточно интерфейса. Давайте, кстати, знаете, что? Сейчас, секунду. А можно как-нибудь это все свернуть? Давайте откроем сайт GRPC. Я даже на него куда-то заходил. Пойдем в доки, например, и просто посмотрим на какой-нибудь пример. Тут они рассказывают, например, как можно определить структуру данных, но это то, что мы с вами уже про протобавку посмотрели. А вот теперь давайте посмотрим на такую штуку. Можно сделать интерфейс, сказать, что у меня, как у сервиса, будет вот такое API. я буду уметь удаленно. Удаленно уметь получать hello request и возвращать hello reply. и соответственно вы здесь же можете определить, такое hello request, hello reply. Точно так же вы запустите потом некий компилятор, который ну или там даже сервер, gpc сервер, который вам превратит данные структуры в нечто, что соответствует вашему языку программирования и вы сможете написать обработчик, а что мне делать реально, мне как сервису, что мне сделать реально, когда придет мне вот такой вот hello request, как мне его обработать и как вернуть hello reply. давайте отуткнуть, этого нет, но я думаю где-нибудь мы сейчас с вами найдем как это делается сначала решил, что для вас это сложно будет, а сейчас я думаю, что ничего не сложно вполне себе streaming это не то нет, ну это приборка ой, это замкоз, вот блин нет видел я что-то попроще короче видел я что-то попроще вот эту статью в общем извините что я решил что вам реализация как-то не не нужна и был неправ наверное надо будет посмотреть потом на на то как это можно реализовать но суть я думаю вы уловили вы объединяете вы объявляете набор интерфейсов набор структур данных а потом можете объявить некие обработчики на своем языке и рассказать как собственно этот конкретный метод вашего интерфейса обрабатывать а человек ну не человек клиент с другой стороны он возьмет этот же самый файл скомпилирует по нему набор вот этого файлов набор классов в том числе вот эту прокси которая будет уметь сходить в ваш сервис и передать вашему обработчику данную задачу ну и соответственно вернуть клиенту то что ваш обработчик сделал под капотом у gpc протокол к ттп но только версии 2 вот что позволяет решить некоторые проблемы потом поговорим про ттп 2 он там быстрее достаточно сильно там перформанс улучшен по сравнению с ттп 1 вот и нет нет уже необходимости держать огромное количество сессии вот так но это общие слова это я не хочу вам рассказывать все есть ли вопросы по gpc или по протобав нету я видел кто-то руку поднимал или мне показалось ладно так если нет то можно сделать перерыв небольшой перейти на модели данных на следующую лекцию что думаете об этом перерыв нужен ну давайте небольшой сколько минут 10 сделаем наверно ну давайте тогда через 10 минут увидимся вот 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 Спасибо. 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 Ну а что, ребят, готовы возвращаться? Да. Спасибо. Так, давайте вы руки поднимите, кто вернулся с перерыва и живой, здоровый. Значит, у нас получается половина. Ну ладно. А за что мы голосуем? Отменить ли акцию или нет оставшуюся? слава богу нас одни демократии и тут тоже поехали поехали про запись включена камера включена все вроде похоже на правду про моделирование данных про моделирование про проектирование архитектуры данных немножко сначала про то какие у нас есть вообще хранилище какие у нас есть у бд и зачем они у нас есть такие сейчас извините у меня почему-то пропали участники конференции а я экран то шарю минут я думаю что то не хватает до вот теперь видно да да все видно так про базы данных какие у нас есть базы данных базы данных есть много баз данных есть много очень много и каждый день что-нибудь новое придумал но в целом значит основные куда основную категоризацию я пытался здесь выложить основная категоризация сводится вот к этим вот трем подгруппам первое да это по типу операции по типу нагрузки которые которые наша база данных рассчитаны это у нас аналитические базы данных и базы данных которые рассчитаны на достаточно короткие пользовательские транзакции пользователь пришел подключился сделал запрос ему быстро ответили или он выполнил транзакцию значит все закончили взаимодействие достаточно короткая или это длинные аналитические запросы которые затрагивают огромное количество таблиц вот какие-то агрегации все так вот вот значит по типу нагрузки по сути 2 по по тому какая модель данных общего пользования лежит в основе данной базы данных данной базы данных первое это киевелью сториджи да у них относительно простой интерфейс у нас есть структуры которые мы хотим сохранить по ключу какому-то и за идентифицировать некую структуру и потом прочитать по этому же ключу да обычно это используется для каких-то кэши очень часто это и memory базы данных ну не всегда да есть и те базы данных киевелью которые хранят данные на диске вот следующий вариант это реализационные базы данных реализационные базы данных известны нам всем в них данные представляются значит одна сущность обычно представляется одним кортежем в таблице как это строкой таблицы и обычно так называют роу или тапу кортеж неважно рекорд еще бывает и значит набор таких рекордов или кортежи собирается в большие таблицы и вот так мы представляем наши данные каждую сущность моделируем как строчечку общая совокупность моделируем как таблицу и можем над ними выполнять какие-то операции таблицы могут быть у нас связаны с помощью ключей сущность из одной таблицы может ссылаться с помощью ключа на другую сущность и так далее ну и запросы мы можем делать очень разные включая например соединение некоторых таблиц друг с другом возьми все сущности из одной таблицы и соедини их с другой таблицы с теми записями в которых например там совпадает такой-то параметр и теперь что-то с ними по делу до операция джойна вот но тем не менее значит таблицы таблицы дальше документно ориентированные сториджи самоописывающееся название у них они используют структуру данных как документ такую самоописывающуюся структуру данных единицу для сохранения и значит чтение и обычно это джессон документ очень часто точнее этот джессон документ вот где одна сущность и часто ее под вложенные вложенные сущности объединены в одну структуру данных и хранятся где-то вместе очень близко друг не очень близко одним массивом байта если в реляционных базах данных принято данные нормализовать то есть одна строка является только одной сущности и не содержит под под вложенных сущностей то вот отличие документной базы в том что если сущность содержит вложенные в себя сущности то мы можем привык представить их как один документ сохранить в базу данных и они действительно будут лежать виде такой длинный длинного массива байтов рядом вот мы всегда сможем достать и все связаны сразу вместе вот и поработать с ними графовые базы данных понятное дело ориентированы на те операции которые характерны для графах для графов это поиск связанных вершин поиск кратчайшего пути между между этими вершинами графа там нахождение под дерево и так далее то есть там изначально да такая структура такая модель данных используется что вы будете объявлять ваши данные как вершины в графе отношение между вашими сущностями вы будете уже не просто ключами описывать как революционной базе данных а будете говорить что между вот этим пользователем и этим пользователем есть вершина значит которая называется например френши то есть некое отношение дружбы между двумя пользователями в социальной сети может описываться так да два пользователя это вершины отношения между ними дружбы это это называется ребро да ребро графом или не ребро еще есть какое-то слово очень связь двух вершин ну и по тому как работают с данными наши сторожи два основных варианта первые ребята хранят все прямо в своей оперативной памяти соответственно плюсы в том что быстро оперативной памяти хранить минусы в том что данные потерять очень легко потому что ну случись что оперативная память она энергозависимая вы просто так не восстановите поэтому если вы хотите и как бы и быстро и еще и юры был долговечная то нужно научиться вашу научить вашу in memory базу данных иногда делает бэкапы например на жесткий диск но это все равно не спасет вас от потери части данных в тот промежуток времени вы сделали бэкап прошло пять минут за это пять минут написались какие-то данные вы же не будете бэкап делать постоянно до каждую секунду за пять минут например данные могут потеряться но это уже из той системы которую вы проектируете должно исходить до вам виднее как проектировщиком зная юз кейс той системы можете ли вы потерять данные или не можете очень часто и memory база данных используется именно там где в общем достаточно не страшно потерять данные не страшно потерять данные за какой-то период или вы просто физически не можете обрабатывать такой большой объем данных в единицу времени то есть это по большой стропу ваша система не может делать если не не использовать что-то in memory а использовать что-то дисковое почему переходим ко второму виду баз данных почему потому что дисковая требует обращения к жесткому диску да не обязательно какому-то накопителю в общем будь то жесткий диск или как это твердотельные накопители флеш накопители до который у которых уже нет там движущихся частей внутри диска да то есть раньше то время на что уходила сам жесткий диск он такая состоит из набора дисков металлических которые друг по другом как цилиндр расположены и есть некое считывающее устройство которое крутится и должно на правильное выбрать правильное местонахождение на этом диске чтобы прочитать его вот так по окружности прочитать те данные которые хранятся на этом диске так вот каждое обращение к диску произвольное требует чтобы вот это считывающая головка она там правильно я заняла положение и на это поскольку это действие как бы механическая на это много уходит времени вот вспомните где там правильное место куда она должна сдвинуться но и собственно сдвинуть вот с появлением flash накопители это стало гораздо быстрее там прям все очень сильно продвинулась но тем не менее это медленнее чем оперативная память вот ну и каждая база данных сама по себе это довольно комплексная штука вот это довольно сложное программное обеспечение и мы так им пользуемся обычно как бы представляя себе что вот есть интерфейс у него положи туда данные из читали данные оттуда но еще можно передать ему запрос некий запрос соответствии с которым субэдэ профильтрует что-то смержит таблицы с джойни там выкинет ненужные поля и отдаст вам но на самом деле вот посмотрите да сколько всяких элементов может включать одна нода субэдэ это и до кластер communication кластер это что кластер это у нас совокупность нод которые действуют совместно у нас многие базы данных нынешнее время являются распределенными поэтому ноды внутри кластера базы данных они должны постоянно взаимодействовать друг с другом часто вот поэтому нам нужен такой модуль который будет уметь устанавливать опять те же самые tcp коннекции например с другими нодами и постоянно общаться с ним вот потом модуль который с вами собственно взаимодействует который умеет принимать от вас tcp connection принимать от вас текстовые ваши запросы и отвечать на вот он передает ваши запросы в систему которая занимается их обработкой то есть ваши запросы опять же нужно распарсить их нужно ну то есть понимаете что база данных не не на самом деле не не разговаривать с вами на одном языке да она с помощью той конструкции которые вы и посылаете с помощью этого запроса вычленяет из него некие токены да для нее важные и каким-то образом интерпретирует что она должна сделать понятно этот запрос опять же нужно оптимизировать потому что ну точнее то что оптимизировать а база данных она тоже не не выполняет все в лоб как вы и сказали она если это например реляционная база данных она состоит из множества таблиц она собирает статистику обо всех этих таблицах она знает сколько в них записей какие у нее есть индексы по каким индексом выгодно ходить по каким индексом невыгодно ходить для как у ну там какой таблицы каким путем ближе дойти и так далее вот она джонит таблицы тоже исходя из их размера исходя из этого размера она выбирает подходящие алгоритмы джойна потому что алгоритмов джойна тоже ну несколько вот и все это делается здесь на принимается некое решение вы кстати даже можете если вот с подгрессом общаетесь там 40 вам с чем-нибудь то вы когда посылаете запрос некий select базу вы можете написать специальную конструкцию там explain например вместе с этим запросом и база данных выдаст свой вам анализ и то как она предполагает выполнять ваш запрос в каком порядке какие таблицы у нас чем будет джойни по каким индексом она пойдет по каким не пойдет это всю информацию она может вам предоставить это очень полезно бывает когда вы хотите у вас какой-то запрос долго выполняется и вы хотите его с оптимизировать в этом вы создаете какой-то индекс да и вы понимаете что это не помогает почему это не помогает может быть база данных вообще не пользуется вашим индексом такое вполне возможно она считает что выгоднее будет пойти по-другому а может быть она просто не успела накопить достаточно статистических данных чтобы сказать что по вашему индексу ходить удобно быстрее вот и целая подсистема до внизу бд для этого вот ну тут понятно тот тот товарищ который передает все это на исполнение и отдельная целая прям вот такой конгломерат который управляет собственно самой базой данных то есть вот это все было надстройка над базой поверх и вот на самом деле та штука которая уже умеет хоть как-то на диск писать самое то главное это вот персистентном сторожи это то что вы все в итоге все ваши данные чего вы там не делали сохраняются файлы на файловой системе и у каждой базы данных может быть абсолютно свой способ сгруппировать эти файлы абсолютно разная структура этих файлов кто-то данные будет хранить там через какой-то сепаратор кто-то будет разбивать данные по разным файлам одну плюс одни и те же данные по разным файлам кто-то будет хранить файл с индексом прямо вместе с данными кто-то индекс будет хранить каждый индекс в отдельном файлике вот но главное что никакого волшебства тут нет база данных делает кучу преобразований как вы можете заметить но при этом все равно в итоге ваши данные превращаются в обычные записи байтов на файловой системе ваш вот ну тут много тоже чем есть заняться значит как восстановиться если все упало какие собственно как там по сети там access метод да там не знаю как жестким диском подключиться и так далее ну точнее какие файлы как раз там создать на файловой системе еще управление транзакцией все что с конкуренции связано с обработкой транзакции это все в этом слое находятся но еще раз система очень сложная но при этом никакой вроде бы магии обычная по которое вы тоже можете сесть и начать писать прямо сейчас написать свой собственный формат файла написать свою собственную обработку конкаренси общение нот между собой и вот у вас свой пластырь какой-то key value storage есть так теперь да вы как программист работаете со структурами данных на языке программирования постоянно это повторяю и вам очень приятно думать классами очень приятно думать что вот это classic у него есть поля которые тоже сами по себе классики можно у него взять и поля у них тоже по выдергивать свою очередь и вот как то вроде бы все так нативно удобно работает понятно что база данных вообще не размышляет в этих терминах для нее нет вот этих объектов классов они не связаны вот так вот между собой ссылочной доступностью это еще раз ее задача правильно в нужном как ей нужно разложить это на диск соответствии с теми характеристиками которые у эти у этой базы данных есть если ей сказали реляционной базе данных сказали сохрани юзера то он пойдет создаст строчку в таблице строчка в таблице это может быть всего лишь просто там 15 байтов где-нибудь на файле до дополнительно записать и индекс обновить то есть еще в одном файле сделать изменить сказали монги записать юзера он там тоже пойдет в определенный файл найдет где хранятся эти юзеры просто с джессон посмотрит вот меня есть джессон запишет его файл и успокоится на это вот это все совсем не совпадает с тем как вы работаете на языке программируем но вы вообще как программисты не хотите знать что происходит внутри базы да вы не хотите знать по каким файлам он это все распихивает сколько байтов это все занимает и как эти файлы связаны между собой вам бы желательно хотелось бы понять только вот что что вот есть база данных она документоориентированная называется значит она пользуется моделью общего пользования но вот такой документами и из этого следует наверное наверное из этого следует что документ это атомарная структура данных которая будет лежать такой кластер сущности до который представляет собой документ он у вас на языке программирования это такая структурка вложенных вложенных друг друга классов документ сам по себе это джессон тоже со вложенными 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 сущностями и вот кажется что наверное значит очень удобно хранить это рядом потому что вот например я считаю что там задача должна включать в себя всех пользователей которые на этой задаче есть я хочу каждый раз когда получаю задачу хочу сразу с пользователями получить и делаю предположение из того что это документ что наверное они вместе будут на диске лежать и что мне не надо будет делать дополнительный никакой запрос вот если бы революционная база была то мне бы джойн надо было сделать написать select какой-нибудь там select from users from does там join users where там тоскую там task автора иди равно там юзера иди так далее вот случае там с документами мне этого не надо я думаю как хорошо значит значит я переношу как бы пытаюсь формулировать переношу само определение вот этой модели что это документ атомарный и большой джессон я переношу его на на нефункциональные требования некоторые я считаю что наверно это будет быстро достать один джессон вместо того чтобы в реляционной базе данных писать какой-то запрос вот и мы как программисты мы хотим все таки размышлять вот в этих категориях они в том как реально на диске там все это будет происходить поэтому мы будем пытаться понять вот для нашей для нашего домена для нашего приложения какая модель общего пользования подходит нам нужно нормализовать базу и делать реляцион использовать реляционную суббд или возможно нам удобно использовать удобно быстро и приятно использовать документоориентированную базу где все денормализовано и это привносит свои плюсы привносит свои минусы или возможно нам нужны графа Потому что нам нужно найти задачу, которая создана от задачи, которая создана была тоже от задачи, которая была из вопроса создана. Нам нужно вот это все, значит, цепочки такие собирать длинные. Поэтому, значит, какой порядок? Мне всегда сложно об этом рассказывать, потому что вот я сейчас говорил и понимал, что вы можете сделать вывод, что для начала нам нужно выбрать СУБД, а потом начать программировать. Сначала мы выбираем, какую мы базу данных будем использовать, а потом начинаем проектировать нашу сущность, нашу архитектуру данных, исходя из того, какую мы базу выбрали. Документно-ориентированную, значит, документы, там, реализационную, значит, таблицы. Но я хочу, чтобы вы, когда берете проектирование, вы сначала смотрели на ваш домен, смотрели на то, как будет использоваться ваш домен. То есть то, о чем мы на первой лекции говорили. Сначала берем, смотрим на наш Ubiquitous Language, вы сделали, там, не знаю, описали ваши entity или, может быть, даже агрегаты. Потом посмотрели на функциональные требования и подумали, вот эта операция выполняется часто, вот эта редко. Вот эта операция чтения, и она выполняется в 95% случаев, вот эта операция записи, она выполняется в 5% случаев. И исходя из того, что у вас уже есть вроде бы какое-то понимание вашей предметной области и того, как будет использоваться, совместили и посмотрели, а как можно, какую модель общего пользования, именно, да, не базу данных, а именно вот граф, документ, key value или реализационную. Вот что для ваших операций будет самое выгодно использовать. Ну, понятно, что есть еще факторы, например, скорость разработки. Наверное, для многих будет быстрее всего разработать с помощью документно-ориентированной базы и денормализованной такой базы, прототип. Потому что это очень быстро, там не надо по табличкам ничего распихивать, не надо задумываться. Будем считать, что вот большие куски данных, большие куски кластеров сущностей просто в виде документов сохраняем в базу всегда целиком и все. А потом, по мере осознания своих юзкейсов, по мере уточнения и понимания, что пользователи вот так вот делают, а не иначе, вот так вот пользуются, чаще на самом деле записывают, чем читают, вы можете начать кусочки того, что вы написали, превращать уже в нормально написанные вещи. переразрывать сущности, обращать внимание на конкарнсии, на то, что нужно транзакции, например, вам какие-то неплохо было бы включить, что там пользователи у вас часто сталкиваются с тем, что они попытались что-то обновить, а у них не получилось, потому что кто-то другой обновил, или там неконсистентность данных у вас какая-то возникла. Вот. Короче, берем домен, берем функциональные требования, пытаемся подогнать под какую-то модель общего пользования. Вот. Так. Ну, тут какие-то тоже общие слова описаны. Суть-то в том, что вот любая модель общего пользования, которую вы выбрали, она уже предполагает какие-то, что какие-то операции будут работать эффективно, а какие-то неэффективно. Например, понятно, про графы даже можно не говорить. Там какой-нибудь обход или поиск кратчайшего пути, естественно, в графовой базе данных на графе будет эффективнее выполняться, если у вас структура графовая есть, чем если она хранится в реляционной базе данных и в виде таблиц графа представлены. Понятно. Но какие-то более простые вещи, например, любое добавление пользователя в таблицу будет работать быстрее, например, в реляционной базе данных, если у вас действительно нормализованная схема, чем если, например, вы храните, ну или обновление пользователя, чем если вы храните этого пользователя во всех задачах, например, где он есть, и вам нужно везде обновить. У вас схема денормализованная, вы в каждом документике, джессоновском, держите, например, исполнителя задачи, его имя. Для того, чтобы ваш фронт быстрее просто отрисовывал этого товарища-исполнителя. И вам тогда придется всю базу данных обновить, все эти задачи, которые этот пользователь выполняет, везде найти и поменять ему имя. Или, опять же, вы понимаете, что если вам требуется операция джойна, то она гораздо проще будет выполняться, если у вас есть реляционная схема. Но при этом, если вам нужно нарисовать на экране кучу вложенных сущностей, опять же, ту же самую таску с ее исполнителями, ее вложенными тредами и так далее, и так далее, и хотите это сделать быстро, то почему бы нам не хранить ее в виде документа, уже готового, чтобы фронт мог просто прийти, прочитать ее из базы и нарисовать на экране. Так, смотрите, к нам приходит заказчик. Так, заказчик – это вот этот мозг. Он, значит, несет нам требования. Он хочет, чтобы мы разработали систему управления проектами, квипит. У него концепция есть, но она еще очень сырая, он сам не понимает еще до конца, что он хочет. А хочет он примерно следующее. Он хочет, чтобы пользователи могли создавать проекты, в проект можно было добавлять вопросики, потом переписываться в этих вопросиках, то есть писать чат, короче. Да, можно было, чтобы задачи создавать в проекте, чтобы задача была с исполнителем, с автором и с отвечающим. Ну, это, видимо, вопрос имел человека, который на него будет отвечать. И вот, в общем, нужно уметь… Просто у нас есть графический интерфейс, там ID проекта, нужно нажать на название проекта и получить на экране все об этом проекте. Смотрите, что нужно сделать? Нужно сформировать домен, как я сказал, потом понять, как будет использоваться. Домен мы уже формировали. Домен получается примерно такой. Есть проектики, древовидная такая структура. У каждого проекта есть много вопросов, получается, задач. У каждого вопроса еще комментарии есть. Вот. Все хватает? Ну, здесь домен написали примерно. Ребят. Что не хватает? Давайте так. Извинения. Нет, это домен. Мы хотим просто сущности описать. Сущности. Ну, на самом деле, чего-то не хватает. Не хватает пользователей. Просто он не так красиво вкладывается в это описание. Но с другой стороны, вот смотрите, у нас очень такой лаконичный домен получился, по-моему. Правильно? Нет, хотел сделать. Вот так хотел сделать. Лаконичный домен. Как мы его храним? Как будете его хранить? Будет сущность проект, который поля с вопросом, комментарии и тасками. Ну, вернее, вопрос и таск. И у каждого вопроса еще в комментарии там. Разные таблички связанные. А функциональные требования какие? Ну, домен у нас есть. Дальше надо на функциональные требования посмотреть. Да. А у нас есть функциональные требования. Значит, заказчик хочет, чтобы, когда нажимали на название проекта, чтобы вот вся информация о проекте вообще сразу появлялась на экране. Все сразу на экране, чтобы появилось. Как бы это сделать получше? Какую модель общего пользования? Вот здесь можно выбрать граф. Граф вроде не подходит. Ну, потому что здесь не надо никаких операций графовых делать. Тут же кратчайшие пути искать не надо нигде. Подходит таблицы? Ну, реализационная схема подходит. Документ. Документ подходит? Да. Ну, типа проект это как документ. А, хотя у нас тут есть еще комменты. Ну, так вот, бам, и целый документ. В нем и комменты, и вопросы, и таски. Главное просто. У вас заказчик хочет всего лишь, чтобы вы научились отображать. На самом деле у вас заказчик пришел с ужасными требованиями. Вы даже не уточнили у него, да? В чем хочет-то? Вот он здесь... А, ну вот он еще худо-бедно хоть сказал, что в проект можно добавлять задачу. То есть новую создавать задачу, да? Но вообще требования, конечно, никуда не годятся. Мы должны будем хорошенько потрясти заказчика, чтобы получить от него более конкретное что-то. Но мы взялись уже вот так вот делать. Документ. Вот такой документ. То есть тут у него список вопросов лежит. Список тасок. В каждом вопросе комментарии лежат. В общем, достаточно удобно. Главное, что писать кода практически никакого не надо. Один класс большой. Ну как, не один класс-то. Четыре класса делаем на стороне сервера. Потом собираем это все в один документ. Говорим, что внутри проекта список вопросов лежит. Список тасок. А внутри каждого вопроса может еще список комментов лежать. Класс. И удобно добавлять главное тоже. Ну, один JSON у нас на все есть. Взяли, достали этот JSON из базы, добавили новый комментарий, сохранили назад в базу. Мы, получается, очень быстро прототип пишем. Вам нравится этот документ? Что напрягает вообще здесь? Напрягает ли что-нибудь здесь? Вот, надо было спросить. Ну, все хорошо? Ну, куча опять лишних в этот слов контент, description. Потому что у нас много будет так. Да и ладно. Ладно. Тут мы решили… Ну, Монго так вот документ писает. Но главное, нам удобно. Мы в Монго заходим и всегда все видим, прочитать глазами можем. И сразу понятно, что мы все правильно обновили. Не суть. Сама структура документа вас ничем не напрягает? Так, здесь внимательно посмотреть. Может быть и ничем вполне. Давайте посмотрим на новое требование от заказчика. Он говорит, что хочет изменять отображаемое имя пользователя. И смотрим назад на этот документ. Ладно. Удобно ли менять имя пользователя здесь? Вот если вы заметите, у нас пользователь здесь хранится прям как структура, встроенная в этот JSON. И проблема-то в чем? Проблема в том, что он дублируется. Вот для того, чтобы поменять здесь имя пользователя, нужно пройтись по всем проектам, найти этого пользователя во всех задачах, во всех тасках, во всех этих вопросах, комментариях и везде поменять мое имя. И это проблемно достаточно. Но решаемо. То есть используется такая денормализация. Но в данном случае это как-то слишком много работы для нас. Не находите? Мы хотим что-то попроще сделать. Что будем делать? Будем заниматься нормализацией. Что такое нормализация в данном случае, а вообще. Это значит, что мы хотим устранить дублирование, вот это, которое у нас есть, что пользователи у нас повторяются много где. И избыточность, которая формируется из-за этого дублирования. А каким образом? Путем декомпозиции. То есть взять сущность какую-то и вырвать кусок этой сущности, выделив ее в отдельную сущность. Вот здесь у нас был автор и целая здоровая структура данных этого автора. Теперь мы будем хранить внутри нашего комментария, вопроса, таски, только айдишник пользователя. И выделим отдельную коллекцию. В MongoDB, которую я как пример привожу, нет понятия таблицы, но есть понятие группировки документов условно одинакового типа. Это коллекция. Документы помещаем в различные коллекции. Поэтому мы создаем новую коллекцию, которая будет хранить юзеров, и выделяем там три новых документа. Теперь у нас вот эта информация нигде не дублируется. Для каждого юзера у нас есть один документ, который уникально идентифицируется своим айди. Смотрите, мы произвели нормализацию. Я думаю, что если у вас были базы данных, у вас были базы данных, по-моему, вы проходили там нормальные формы. Первую, вторую, третью, третью расширенную точно вы должны были пронормализовать таблички, понормализовать таблички. Вот, может быть, даже какие-то более старшие формы. Но не знаю, делали вы это или нет? Делали. Ну вот, делать это можно не только в революционной базе данных, по сути дела. Мы сейчас берем документ, тоже из него, тоже декомпозируем структуру с целью ее нормализации. Окей. Хорошо, теперь нам нравится вот это вот. Что стало лучше и что стало хуже? Наверняка что-то стало хуже. Вы, как проектировщик системы, вы сейчас разделили на две коллекции отдельную вашу модель данных, нашу структуру данных. Вы какие-то выгоды должны были от этого получить в плане нефункциональных требований к вашей системе и должны были получить какие-то негативные последствия. Вы видите здесь какие-то позитивные, негативные последствия? Лишний join. Лишний join. Действительно. Это негативно или позитивно? Ну, все, что лишнее, всегда негативное. Да. Ну, это как в английском языке, да, мы же используем слово redundant. Там непонятно, как бы лишнее или избыточное. И иногда избыточность делается для того, чтобы увеличить надежность системы. Поэтому лишний в данном случае не всегда. Не всегда. Здесь это правильно, потому что мы получим данные всегда достоверные. Кстати, это хорошее замечание, если я правильно вас понял. Что вы имеете в виду? Так, ну, у нас же запросы будут всегда идти к одному месту. То есть в разных вопросах или тасках будет автор ID указываться один, и имя у него будет то же самое в разных клешинах, если он его изменил позже. Из требований. Вот это позитив, да? Да, да, да. Я что-то запутался. Позитив-то, ну, вы вроде сказали и негатив, и позитив. Вот это позитив. Позитив в том, что теперь операция апдейта, название пользователя и имени, то есть, извините, пользователя, будет происходить в одном месте. Нам больше не надо вот здесь никуда лазить. Все, нашли нашего пользователя с ID, там, один, поменяли ему имя. А теперь, когда мы будем визуализировать проект, нам придется в этом проекте находить все ID-шники, к сожалению, пользователей, и запрашивать этих пользователей куда-то, и потом подставлять их в нужное место. Например, если мы хотим нашему фронт-энду выдать уже структурку вот такую, да, с подставленными юзерами, чтобы он только отрисовал и не занимался там никакими джойнами, да, сам. А это, по сути, получается, что мы джойним структуру прямо на сервере. Монго там не особо умеет джойна. Я не специалист, но, по-моему, она даже вообще не особо умеет джойна. Там есть такая штука, как ссылка на документы, но, опять же, здесь responsibility join, да, вот оно, да, новая SQL-база. Проще, там много преимуществ в плане построения приложений, но вот responsibility база смещается в сторону сервера. Теперь, когда вы хотите джойнить, вы джойните на сервере. А каким образом вы джойните на сервере? Ручками написали кодик, который прошелся здесь по всему этому проекту, получил аидишники этих юзеров, сходил в базу, получил у Монги список этих юзеров, подставил их куда надо и вернул фронт-энду. Это вроде бы и негатив, а вроде бы тоже и позитив, потому что операция-то, наверное, не очень уж прямо долгая. Но, конечно, дольше, чем если бы они уже были вставлены здесь изначально. Окей. То есть, смотрите, в чем урок, так сказать. Нужно где-то балансировать между… То есть, каждый раз, когда вы принимаете то или иное решение, оно и в позитив для вас играет, и в негатив. Важно, чтобы позитивные моменты в данном случае для вас перевешивали. Это время на разработку и, например, соответствие вашим нефункциональным требованиям. То есть, вы понимаете, что для вас чтение данных, оно важнее, чем запись данных, но при этом вы не хотите тратить огромное количество времени на разработку и понимаете, что этот подход со встроенными пользователями может занять большое время. И вы находите какой-то баланс. Вы вроде бы храните документ со всем проектом, но пользователей выносите, при этом затрачиваете меньше времени на разработку, но сохраняете достаточно быстрое чтение. Но только учтите, что вот это был довольно игрушечный пример, поэтому в жизни все не так может быть очевидно. Вопросы по документно-ориентированным этим штукам каким-то есть? Поехали дальше. У нас был вариант, и мы его почему не воспользовались, но сейчас хотим воспользоваться. Хотим по таблицам это все разделить просто. Вот такая вот база получается. И почему-то я красной такой вот границей обвел вот эти четыре таблицы, а вот эту не обвел. Как вы думаете, почему? В чем разница? Ну, очевидно, где-то здесь разница есть между вот этими четырьмя и вот этой вот одной. Нет внешних ключей. Внешних ключей нет, это правда. Что из этого следует? Зато, если так вот присмотреться, то вот на него, на юзера у всех есть внешние ключи. Вот смотрите, может быть, вот еще раз, вот почему здесь юзер вот так вот обособленно нарисован? Все завязано на проект, и мы с ним относительно проект. Ну, смотрите, да, вот дерево здесь не просто так нарисовано. Вот под одним проектом объединяется много вопросов, много задач. Под одним квешеном, под одним вопросом объединяется много комментариев. По факту говоря, во-первых, каждая таска связана с юзером, потому что ее выполняют юзеры, ее создают юзеры. Квешен тоже создают юзеры и отвечают на него юзеры. И комментарии пишут юзеры, и проект создают, и мемберами его являются юзеры. То есть юзер здесь он прошит просто красными нитками сквозь все эти сущности. Мало того, он может являться, ну, поскольку он создатель проекта, да, он может у одного юзера быть много проектов. То есть юзера здесь можно прямо наверху еще написать, к нему много проектов относится. И при этом у каждого из этих проектов может быть много юзеров, то есть его участников. Так вот, разница-то в том, что вот эти товарищи четыре отлично укладываются в деревянную структуру, ну, структуру дерева, да, под общим корнем проект, вот так вот можно все уложить. А юзер, в отличие от них, от всех, связан другим типом связи. Вот смотрите, вот здесь вот связь один ко многим, проект один, тасок много. Вот здесь вот проект один, квешенов много, один ко многим связь. Квешен один комментов много, один ко многим связь. И дальше, значит, один юзер много тасок, один юзер много квешенов, один юзер много комментов, один юзер много проектов. Вот здесь вот такое замыкание получается. у одного проекта много юзеров но у каждого юзера много проектов так вот проекты юзер здесь связаны на самом деле связью по факту много ко многим вот и вот но не вписывается он в деревянную вот эту структуру и поэтому очень удобно вот вот это дерево которое действительно деревом является объединять в виде документа а то что в это дерево не вписывается даться из этого дерева как-то вынести пытаться из этого документа как-то вынести возможно вот и вот когда у вас структуры данных укладываются в такие деревья независимые от других сущностей то возможно стоит рассмотреть вариант использования документоориентированной базы ну да он просто через вокруг связанного по множеству одного юзера много проектов у каждого проекта много юзеров по факту получается так дальше про нормализацию мы уже поговорили смотрите как вам вот такая вот штука вот если все это в таблицу объединить в одну да не как здесь было а в одну таблицу и сюда напихать значит лист квешенов лист тасок вот но юзеров отдельно как вам такая схема долго добавлять вопросы и таски и искать по таскам и по вопросам и по ним искать не надо относительно ничего ну смотрите с одной стороны если вы пользуетесь революционной базой то вот что это такое это строка скорее всего куда вот там в позже нет возможности сохранить какой-то произвольный лист в виде колонки с другой стороны в позже сейчас например да и в оракле есть расширение которые работают с джейсоном и вы можете в качестве вот этого атрибута до атрибут это у нас значение ячейки на пересечении вот кортеж да есть кортеж у нас является каким-то какой-то одной сущностью экземпляром этой сущности в данном случае это проект и вот на пересечении рекорда и значит колонки до которая означает название атрибута у нас есть какой-то конкретный атрибут здесь это вопрос вы можете хранить здесь джессон и постгресс и оракл вам по нынешним временам разрешат даже искать внутри этого джессона и добавлять внутрь этого джессона и в общем то это даже будет очень неплохо работать с другой стороны в учебниках по базам данных вам скажут что вот эта штука она не соответствует первой нормальной форме потому что во первой нормальной форме значение от этого атрибута она должна быть атомарным оно не должно быть коллекции других каких-то сущностей то есть вот это соответственно первой нормальной формы вот это соответствует здесь строка это название здесь а вот это не соответствует эта штука не атомарная совсем вот но на самом деле это абсолютно то же самое что вот здесь вот нарисован можете использовать расширение по сбросе и ворокли для работы с рисоном и у вас получится некая революционно-документная такая структура так object-relational mismatch это штука которая говорит нам о том что те структуры данных которые мы пишем на языке программирования часто не совпадают с тем что мы тем что у нас есть в базе данных то что у нас таблицы в базе данных а мы не не пользуемся таким представлением данных как таблицы на языке программирования у нас это все в виде классов расположены и ключи вот эти до которые здесь есть на самом деле вы же вряд ли вы будете писать в вашем приложении там вот это creator айди вы захотите внутрь таски не creator айди вставить а прямо сразу пользователю да вот прям чтобы была ссылка на пользователя прямо из таски вот и база данных так не умеет сама postgres значит вам нужно будет какими-то специальными средствами пользоваться например объектно- революционного маппинга где вы будете говорить о том что у вас вот в этой таски есть некий ключик который ссылается на юзера а в итоге у вас такой класс будет на языке программирования что таска будет включать сразу юзера они его айдиш как бы у вас между вашим приложением и базы данных возникнет прослойка посредине в виде библиотеки которая будет делать за вас часть запросов в базе и как бы адаптировать базу структуру данного базы в базе к вашей в приложении то есть приложение она будет одна базе другая и некий адаптер между ними да и вы тогда сможете внутри приложения пользоваться вот такой структуры которая будет содержать там юзер уже готового вот этого вам ребята кстати на практиках покажут так что тут я останавливаться вообще не буду вот репетишь так смотрим на что-то что напоминает нам линки ты у нас здесь есть некая биография и места работы рассказ о том где мы учились там и так далее так далее ну вот типа linkedin резюме от билл гейтс там туда-сюда все такое прочее вроде бы это очень хорошо все ложится под деревянную структуру есть у нас юзер у него есть позиции на которых он работает есть образование его у каждого айтема в образовании есть имя начало дата поступления дата окончания и так далее так далее очень хорошо все получается очень хорошо и все это очень хорошо ложится на вот такую структуру документную поэтому давайте будем хранить наше резюме в виде документов есть здесь минусы мы с ними уже встречались вот например job title в организации да вот или там кофаунда в microsoft вот здесь есть имя организации мы с вами уже поговорили о том что если например кто-то захочет изменить имя организации ему получается придется вот все это резюме переделывать то есть обновить здесь имя компании microsoft слава богу имя компании это не какие-то такие данные которые довольно часто меняются поэтому можно себе это наверное позволить вот но мы еще хотим вот так вот мы хотим чтобы когда до нажим нас наводишь на название компании чтобы появлялась вот такая сводка об этой компании вот как вы думаете будем все это хранить внутри резюме ну да смотрите вот получается что у нас есть где-то такая схема что у нас есть набор организаций в которой работают люди есть набор резюме и получается что во первых один человек может работать во многих организациях в разное время ну и ну и каждая из организаций при этом может включать в себя многих людей вот у нас и связь много ко многим образуется которая в деревянную структуру уже не вписывается так хорошо но при этом мы можем себе позволить часть информации все-таки хранить часть которую нужно прямо сейчас отобразить на экране тем более что мы уже выяснили что она не часто меняется значит нам затраты это практически не принесет вот а часть которая необходима для отображения этой страничке показывать уже по ходу движения вот пользователь навел сюда наше веб-приложение наш клиент соответствии с машинным состоянием он хочет перевести приложение в другое состояние он идет запрашивает новый ресурс новый rest ресурс на сервере и мы ему возвращаем что такое microsoft со всеми связанными данными то есть еще раз вы можете использовать такой средний подход данные которые критичны для отображения прямо сейчас дублируем а не критичные данные декомпозируем ну что декомпозируем ну да то есть у нас нормально нормализованы это как бы таблицы получились документы вот но часть информации мы все-таки дублируем опять же все это исходя из ваших функциональных требований вот ну и тут как-то не очень хорошо написано тут написано сразу плюсы и минусы это когда нужно революционную базу лучше использовать а когда документ понятно что когда вы пишете в документной базе плюс в том что джессон очень похож на те классы которые вы которыми вы привыкли программировать то есть вам практически ничего не придется сделать чтобы превратить джессон в монге в ваши классы это очень просто потом очень простого изменения вносить добавили новое поле ну и ладно добавили сделали его общину чтобы мы знали что в старых документах этого поля нет в новых она появилась никаких миграций не будем проводить зачем вот потом конечно же удобно когда весь джессон лежит одним куском байтов здоровым и ты можешь менять прямо весь этот кусок байтов за один раз все вычитали за один раз все записали join of не надо опять же делать или там если вы комментарии добавляете и хотите при этом увеличивать количество комментариев внутри проекта да то вы как бы помните да работаете с целым агрегатом вы по сути можете атомарно себе позволить и комментарии добавить и счетчик увеличить тоже плюс с конкуренции да так попроще работать в общем но при этом джойны в документное ну вот в манге например да ну и в других базах с джойнами сложнее джойн нужно делать на стороне приложений это может быть это может но дополнительно написание кода это может быть дольше вот джойны даже если есть какая-то поддержка на стороне базы они могут оказаться сильно медленнее там хуже чем в реляционной базе где это выверено уже десятилетиями ну и в реляционной базе если у вас нормализованная схема понятно у вас данные не задублированы вы целостность данных лучше поддерживается да у вас больше гарантии по целостности данных чем в в нереализованной схеме в новой сквель называемый базах да где-то так вот вопросы вопросов нет тогда я хочу просто уже заканчивать но значит еще покажу что у нас такая есть модель общего пользования как граф и вот нас заказчик захотел там под дерево сразу да все целое чекать или там из любой таски хочет найти самого первого ее предка а у нас криппе вот такой вот граф да из кэшина можно кэшин создать из кэшина таску из таски таску и тогда значит окей и вот у нас какие то еще даже между ними связи есть где мы описываем какого числа мы это сделали автора там никогда как мы это в реляционной схеме можем сделать мы это во первых можем сделать реляционной схеме для этого достаточно двух таблиц первые таблицы мы можем хранить вершины этого графа то есть за вопросы и задачи а во второй таблице можем хранить ребра этого графа то есть связь между этими вершинами вот мы в ребрах просто будем хранить ну понятно у нас каждое ребро она уникальна мы будем хранить ссылку то есть внешний ключ на начальная вершину и на конечную вершину вот вот начальная вершина вот классно вот такая у нас схема есть скажите запрос вот как здесь вывести все под дерево можно ли здесь вывести все под дерево вообще ну вот вот от этого кэшина если мы знаем его айдишник хотим вывести вот это вот все целиком си селект такой вот написать по моему есть как бы функции которые они пока не называются и там можно рекурсу с помощью них делать да ну то есть нужно написать такой особый тип запроса который будет уметь как бы рекурсивно обходить под дерево для начала вот взять вот этот кэшин потом найти его первый слой его потомков потом и так вот расширять расширять потом нам вывести значит вот так вот граф можно мы сейчас вернемся к рекурсивному запросу но вот так вот граф например можно определить в него фуджи графовая с убеда довольно нативно выглядит то есть говорим создай мне таску которой имя вот такое создай вопрос у которого имя вот такое а теперь вот мой вопрос он у него ребро есть на такую-то задачу и вот такое то между ними вот и вот такая то таска она является чел дом вот такого то вопроса такой то вопрос является чел дом вот такой то таски ну то есть только наоборот наверное сейчас в общем кто знает что я уже имел буду надо было граф здесь нарисовать ладно и значит для того чтобы вывести здесь например там путь от произвольной задачи до ее рутового предка нужно выполнить такой вот запрос например или сказать что найди мне путь от такой то таски по таким то по таким то ребра по ребрам с таким то релэйшн шипом вот и она по ну в данном случае она весь путь ищет поэтому она пойдет прямо по этим ребрам и выведет вам все вершины которые входят в этот путь вот но суть то в чем было здесь суть в том что в графовой базе данных если вы решили использовать у вас терминология сама понятно база заточена под употребление слов но да там и edge и ребро поэтому вы по сути очень хорошо в домен этой базы ложитесь вы можете и прямо писать что нам нужно найти какие-то ноды проходя по таким то там ребрам и на глубину такую-то например ну вот здесь вот например глубина неограниченно по моему вот это вот это выражение говорит о том что мы можем неограниченно глубину уходить по этим ребра а могли бы там сказать на что нас интересует только первые три ряда наших там предков вот чем-то аналогическое программирование похоже ну может быть да такой матчинг да ну да и проход от отцов к потомкам ну да вот ну а теперь вот смотрите вот можно написать вот такой вот селекция в подбросе вот такой вот селекция не простой достаточно но не очень огромный при этом которые потребуют от нас использование такой вот не совсем обыкновенной конструкции в из реки вот вот в обычной жизни данное ключевое слово with оно могло бы быть использовано для того чтобы закешировать результат вот этого запроса и мы бы могли как бы сделать кэш а потом в селекте в основном использовать уже этот кэш да то есть такие предагрегацию сделать а потом уже на на ее основе делать какой-то более серьезный запрос вот но здесь используется не просто выезд а рекурсивный вот что здесь происходит здесь выполняется первая часть запроса которая находит нам эта база рекурсии значит она находит нам задачу от которой мы пойдем самую первую задачу но да с нужным нам названием просто задача а дальше она будет итеративно на самом деле выполнять вторую часть запроса вторую которая будет основываться на как бы на первой и как бы вот с помощью этой штуки мы будем как бы эмулировать рекурсию на самом деле это все итеративный процесс мы на каждом шаге будем брать и расширять область нашего поиска то есть вот в первую на первой итерации вот здесь да или вот вот так тоже можно мы найдем нашу первую задачу от которой мы пойдем потом выполним вот эту часть запроса и найдем еще две вершины то есть наших предков например вторую третью вершину но потом нам нужно рекурсивно это повторить уже для вот наших вот этих товарищей для второй и третьей вершины тоже найти их потомка поэтому мы как будто бы обратимся как бы промежуточной таблицы в которой будут лежать вот эти товарищи и попросим для них сделать то же самое для них выполнить вот эту же часть вторую запросы и присоединить это к результату я тут где-то пытался сейчас пытался рисовать что будет храниться вот в этой промежуточной нашей таблицы children of а вот здесь вот на каждом этапе выполнения запроса вот мы на первом выполним у нас будет первая вершинка в этой табличке на втором этапе у нас будет лежать вторая и третья уже вершины и на третьем четвертая потом мы это все объединим и вот наше целое поддерево будет 1 2 3 и 4 вот вы согласитесь что для понимания вот этот запрос он гораздо сложнее чем то что мы могли бы написать на уход же поэтому если у вас огромное количество юз кейсов когда необходимо находить какие-то пути на находить какие-то поддеревья какие-то кластера а там связаны чего-то сущности то возможно вам стоит рассмотреть использовать использование графовый субд вот при этом мы не забываем что мы разрабатываем микросервисы а в микросервисах есть такое преимущество да что каждый из них в зависимости от тех задач на которые он конкретно заточен может использовать собственную базу данных потому что он независим не как от остальных в этом смысле вот и в реально больших системах в сложных бизнесах там не знаю авито какой-нибудь или еще что у них там десятки разных баз данных те которые подходят лучше для решения той или иной задачи вот а у меня на этом все если у вас вопросы к а можно там спросить немножко вот не по этой теме в этом просто упомянули про синхронность время ищите тебе запрос так вот а там async я же так меня что он отличается от мультипроцессорность в том что он выполняется на одном процессе но а синхронно типа преимущество скорости за счет того что у нас какие-то процессы просто долго ждут информацию о получении а ты мы как о каком языке говорим ну а любом нет а осин ты имел ввиду что осин ну вот оси асинхронное выполнение это же по идее на одном потоке так вот у меня это значит это долгая тема вот на питоне например я понимаю тому это преподносится что то есть у нас один поток и за счет того что у нас ну то есть обращение к базе данного происходит долго и пока вот мы ждем ответа мы можем выполнить другой запрос тут смотри и такой такой такая штука вот мы сейчас говорим про синхронность на уровне приложения конкретного да не про синхронность между сервисами а про именно асинхронность внутри одного процесса да 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 и значит процесс один потоков много внутри этого процесса обычно все построено на пулах потоков ну про питон не буду говорить там там свои но там тоже можно на поток по многопоточное программирование тоже есть вот и значит все построено на пулах потоков есть некие предопределенные значит пулы в которых там 8 16 сколько угодно 30 40 100 потоков и они разгребают из очереди задачи на выполнение значит дальше ты когда пишешь запрос в базу ты говоришь я пишу асинг вы выполнили запрос в базу и как бы засыпаешь на этом месте а а потом когда просыпаешься ты просыпаешься когда данные пришли да вот просто да тут вопрос именно в том вот как то есть условно говоря мы же не просто отключились и в какой-то момент включились и получили данные мы же именно должны работать на прием то есть вот как мы так отключаемся но при этом еще слушаем что нам приходит ответ как мы не пропускаем ответ я как ни странно понимаю о чем ты говоришь но это так сложно объяснить во-первых поток не умеет но он поток не умеет делать так ты говоришь то есть ты не можешь сказать потоку засни ну то есть вот возьми эту задачу пошли это в базу данных и проснись когда придет ответ ответ а в то время пока ты спишь возьми поработай ну то есть пока данные не пришли освободись и поработать другой задачи вот поток так не умеет сам по себе если ты ему сказал так ты поток иди в базу данных то он как бы может заснуть но он в это время ничего не будет делать он будет просто проставить до тех пор пока по сети не придут данные и ему их каким-то образом не передадут есть механизмы более как-то называется легковесных потоков си шарпи в питоне наверное тоже какие-то библиотеки есть и в котле не есть карутины которые умеют строить абстракцию поверх потока и на одном потоке выполняете очень много задач а пока эти карутины там условные легковесные потоки ждут данных они реально снимаются с обработки и как бы сидят где-то ждут пока им придут данные теперь на по второй части как поток узнает что ему пришли данным блин это надо на конкретных примерах рассматривать короче на каком языке пишешь на джаве писал ну на джаве тоже писал с фьючерами работал когда-нибудь нет с ними нет а может быть промис и нибудь в каком нибудь языке там что-нибудь такое какие-нибудь диффериды что-нибудь короче когда мы хотим что-то обработать асинхронно обычно мы по такому пути идем мы говорим так выполним не асинхронно сейчас что-нибудь и задача начинает выполняться в другом потоке отличным от того из которого ты это просил выполнить а тебе возвращается некий объект через который ты потом сможешь когда-нибудь получить результат а просто я думал что то есть я как бы что да вот у нас есть много по точность это когда мы именно выделяем отдельный поток на какую-то задачу он там работает читает он там занимает процессорное время а я думал что асинк он работает по той схеме что он именно просто как бы засыпает как будто отключается и вообще ничего не занимает никаких ресурсов процесса и в какой-то момент его включают и он такой типа о а мне что-то пришло и если ему что-то пришло он это отдает но вот вопрос том что если он заснул как вот он понял что ему что-то пришло верни как он не пропускать то что ему что-то пришло так вот если бы это был легковесный поток но вот если например это асинк все шарты то это так бы и работало он бы не занимал например ресурсов процессорных и главное что этот поток мы могли бы отдать реальный поток будем считать что асинк выполняется в легковесном потоке который абстракции над настоящим потоком а настоящий поток в это время не спит он просто решает другую задачу а спит твой легковесный поток но он же как спит он говорит ну то есть сейчас он передает следующему исполнителю некий колбек который нужно нужно вызвать чтобы он проснулся вот условно он делает так ты умеешь выполнять запросы в базе данных тогда тебе я дам свой колбек и вот этот запрос ты его выполни а когда данные придут ты меня вызови а я пока усну то есть у нас грубо говоря есть в потоке какой-то контролер который именно видишь что данные пришли и он в нужный момент просто включает вот тот поток которым эти данные должны прийти а это не контролер это просто другой поток ну да сложно я почему сказал про это т.п. что реально вызов синхронный ты же как ты пришел какой-то там обработчик рост запроса ты типа как я сейчас я писал ты веришь так ты вот другой поток умеешь выполнять рост вызовы вот тебе все что нужно для выполнения рост вызова вот тебе колбек дерни и чтоб я проснулся с данными и засыпаешь и дальше работает другой поток и вот этот поток он в свою очередь говорит типа муки я создам tcp соединения вот у меня есть tcp соединения вот теперь я пожалуй сделаю http запрос окей http запрос значит а теперь мне нужно в это tcp соединения записать байты во-первых запись байты в tcp соединения это уже операция такая блокирующая вот она уже она синхронно выполняется вот потом еще и ждать в этом tcp соединение когда тебе назад байты придут это тоже синхронная штука вот по дефолту но это типа наверно масштабируется количеством как это масштабируется количеством сессии цепишь на каждый каждый браузер браузер держит к каждому сайту 6 tcp сессии для того чтобы можно было параллельно 6 http запросов выполнять так это каждому если у вас там 100 сайтов открыто то у вас я умножаю плохо насколько 600 получается без соединений вот с одного вашего браузера открыто во внешний мир 600 и соединений вот но есть еще то о чем я рассказывал в прошлый раз конца лекции спрашивали есть еще сейчас не блокирующий вот вывод когда можно на самом деле не ждать ну то есть ждать но один поток может сразу 100 или там 200 300 или даже все 600 сетевых соединений один поток может обслуживать и когда он узнает что вот пришли байты он вызовет callback и проснется ваш поток который разбудит к другу которого есть callback на ваш тот поток который другой заснул и вон тоже разбудит его в свою очередь и все это вот так вот размотается назад и все проснуться по цепочке как-то так более-менее понятно правда не очень понятно куда чем преимущество осинков над потоком а потому что если бы вы писали не осинки кстати во первых надо определиться в некотором языке может быть где-то не поток а вот например если карутина да в чем карутина преимущество над потоком умеет во первых на одном потоке может выполняться тысячи десятки тысяч карутин во вторых если карутина спит то поток свободен а вот если поток спит то поток не свободен поток просто про прожирает процессорное время ничего не делая он просто ждет вот поэтому заводите себе десять тысяч карутин для вас это выглядит как будто у вас десять тысяч потоков параллельно выполняются значит и все они выполняются при этом на одном реальном потоке к там диплом есть поток засыпает там же система тоже его может отключать включать ну там и пилсон гряк нужен прежде столько 100 потоков а я держу у нас всего там 4 там же система тоже включает переключать ядер 4 а потоков в системе там тысячи да все равно же нужно я не знаю если механизм проверки типа speed поток или не спит на самом деле я думаю что ну как он спит он не спит вы ты не спи дадите я понял посыпается и проверяет есть там данные или нет и потом снова ничего не делают ну когда так и надо все равно же квант это выделять процессорную то есть у вас тысячи потоков между ними постоянно процессор переключаем а могли бы завести сколько ядер столько и потоков и на них пустить 100000 рутин и когда 95 тысяч из них будут спать ваши потоки будут остальные 5 обслуживать вот ну да вроде спасибо еще есть у кого-нибудь вопросы там уже людей-то не осталось по те кто зависли я думаю что нет ни у кого больше вопросов так что в общем спасибо вам и до четверга спасибо все с нами до свидания